Всем привет, меня зовут Алексей. Сегодня мы с вами решим задачу из профильного ЕГЭ с параметром. Итак, перед нами есть уравнение. Сумма модулей равно какому-то числу А. Что такое число А? Число А — это параметр в уравнении, то есть оно может принимать абсолютно любые значения. И мы с вами должны понять, для каких значений А будет какое решение. Внимательно посмотрим на наше уравнение. Можно заметить, что можно двойку вынести из-под знака модуля. Давайте сделаем это. То есть из первого модуля мы вынесем двойку, останется х плюс 4. Из второго тоже вынесем двойку, останется х минус 3. Равно это все числу А. И давайте поделим наше уравнение на эту двойку, чтобы у нас слева остались просто модули. То есть останется первый модуль, останется второй модуль, а справа у нас получится А, деленное пополам. Вот мы получили более простое уравнение. Теперь давайте попробуем решить эту задачу графическим методом. То есть нарисуем левую часть, нарисуем правую и посмотрим точки пересечения. Слева у нас стоит сумма модулей. Сумма модулей, она строится достаточно интересным образом. То есть мы должны найти нули вот этих вот наших модулей. То есть мы видим, что в точке х, равная минус 4, наш модуль будет равен нулю. Можем эту точку как бы для себя отметить, минус 4. И точка, равная 3, тоже превратит наш модуль в 0. То есть можем ее отметить. Ну давайте подставим какую-нибудь точку вот на этом вот отрезке. Можно крайнее, можно абсолютно любую. Возьмем, например, минус 4. Если подставим минус 4, мы получим 0, плюс модуль из минус 7. Модуль из минус 7 — это число положительное 7. То есть получим просто 7. То есть в точке х, равная минус 4, значение функции 7. Можем эту точку отметить. То же самое, если мы будем искать в точке 3, то есть мы получим здесь 7, здесь 0, получим значение, равное семерке. Дальше, если будем брать любую точку, мы все время будем получать 7. То есть мы можем как бы уже соединить вот эти две наши точки. Ну и нам осталось нарисовать как бы правую и левую часть. Возьмем тоже любую точку, например, минус 5. Если подставлять сюда минус пятерку, то есть мы получим минус 5 плюс 4 — это минус 1. Здесь получим минус 8. В модуле это число всегда положительное, то есть 1 плюс 8. То есть значение получится, равное девятке. То есть в этой точке значение функции будет 9. И так как у нас здесь линейные функции, то у нас просто будет прямая. С этой стороны возьмем точку 4, подставим в наши модули, здесь получится 8, здесь получится 1. Сумма равна 9. То есть для четверки мы получим точку, равную девятке. То есть вот этот красный график — это будет график, который соответствует вот этой сумме модулей. То есть это мы нарисовали сейчас левую сторону графика. Сейчас мы нарисуем правую нашу часть, то есть мы хотим нарисовать вот такую прямую. Это прямая параллельно оси х, ну, допустим, вот какая-то такая. Теперь давайте думать, какое значение может принимать А. Ну, здесь явно видно, что если вот этот у меньше семерки, то решений у нас не будет. То есть если мое А пополам меньше 7, то есть А меньше 14, то решений нет, то есть мы можем записать, что х принадлежит пустому множеству. Это первый из ответов. Второе. Если у меня получится, что моя прямая будет проводиться вот так, то у меня будет множество решений, и это будут вот все вот эти вот решения. То есть если у меня А все-таки равно 14, то есть 14 пополам — это 7, то есть вот она совпадет с этой линией, тогда у меня х, они принадлежат вот этому отрезку. То есть от минус четверки до тройки. То есть от минус 4 до 3. Это второе. А теперь надо подумать, если моя прямая лежит где-то выше, то у нее будет всегда два решения, потому что будет где-то вот здесь точка и где-то вот здесь. Надо подумать. Сначала найдем, например, вот эту левую точку, то есть рассмотрим х, которые лежат левее вот этой прямой, то есть х меньше минус 4. Если х меньше минус 4, как мы раскрываем модуль, то есть меньше минус 4, получится что-то отрицательное. Если в модуле что-то отрицательное, мы искусственно должны перед ним повесить знак минус. То же самое здесь. У нас что-то отрицательное, мы искусственно ставим знак минус. Если раскроем скобки, получается минус х минус х минус 2х минус 4 плюс 3 минус 1. И все это у нас равно а пополам. Теперь отсюда нам нужно найти х. Можем перенести 2х в эту сторону. Мы получим, что 2х равно минус а пополам минус 1. И чтобы найти х, просто поделим пополам. То есть минус а на 4 минус 1 вторая. Это мы нашли вот эту вот точку. Теперь мы хотим найти эту вот точку. Чтобы найти эту точку, нам нужно рассмотреть х, которые лежат правее вот этой вот прямой. То есть х больше тройки. Теперь рассматриваем вариант, когда х больше тройки. Тогда модуль здесь положительный. Мы просто его опускаем. Здесь модуль тоже положительный. Просто его опускаем. То есть получаем 2х плюс 1. И все это равно нашей прямой. А пополам. Отсюда находим х. Единицу переносим сюда. И делим это все пополам, чтобы избавиться вот от этой двойки. То есть можно написать домножить на 1 вторую. То есть вот мы решили с вами уравнение. То есть у нас получился первый вариант, когда снизу. Второй вариант, когда она совпадает. И третий вариант, когда она лежит где-то выше, мы получили два решения. То есть 3.1 и 3.2. То есть вот мы нашли все значения параметра и указали все решения. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!